Вам нужно обучать технический процесс? Как он выглядит? От взаимодействия, координации, или зациклов? Понял? Вопрос не понял? Хорошо. Уровень технической подготовки есть у кого-нибудь? Хоть какой-нибудь? Так, ты со мной живешь, прекрати! Мы можем нажать трек. Понятно. Хорошо. Ну как? Блиц-тест! Хорошо. Пожалуйста. Спикон, сателлит, сплиттер, спикер, свитч. Есть знакомые слова? Я бы не из звуковых. Нет, все было бы. Свитч, переключение, спикер, это то, кто говорит. Свитч, прибор для распределения сигнала. Спикер, это верхний маленький динамик. Его частотная часть называется сплиттер. Сплиттер, соответственно, разделитель сигнала. Сателлит, это ведомая физическая система. Это из спикона, террозина. Понятно? Ладно. Это была хорошая штука. Микшер кардиоидов, децибел, импендант с активными динамиками. Что это? Все. Первое, что было? Микшер. А, пожалуйста. Что? Ульт. Что за ульт? Для сведения нескольких каналов чего-нибудь в один. В разных случаях. Да, но нет. Микшерный агрегат – это устройство сопряжения сигналов. Это его основная задача. Сведения и прочие – это модные слова, которые пришли к нам из европейской части. Ну, идея верная. Да, что-то с чем склеить. Ладно. Немножечко на введение в профессию. Звукоинженерия и звукорежиссура – это вещи достаточно разные. Звукорежиссер – это человек, который координирует проект. Это своего рода менеджер. Ну, как начальник бригады звукорежиссера. Звукорежиссер – это человек, который занимается оборудованием, аппаратурой и записью. Поэтому вот этих двух людей нельзя плюнуть. Они очень обижаются. Звукоинженер – человек, занимающийся непосредственным производством. У нас в стране в последнее время тенденция такова, что мы все дешевляем, дешевляем, дешевляем. И сейчас это один и тот человек. Да ладно, не может быть. О, кто пришел. Привет, Шаман. Здам я. Человек. Казовый клиник. То есть, если мы говорим про операторскую работу, здесь все понятно. Вот у нас есть человек с фотоаппаратом. У него там есть какой-то экран, какая-то камера. Значит, вот там стоит камера, там есть экранчик. И вы видите то, что вы снимаете. Требования к операторской работе за наше время очень здорово снизились. Я четко могу быть уверен, что то мыло, которое я вижу у себя в мыльнице, то мыло, увидите и вы у себя в инстаграмчике на другом конце планеты. Со звуком ничего не поменялось. Что сто лет назад? Сейчас это работа с физической акустикой. Алгоритмов? Алгоритмов нет. То есть, это все от двух голов. Нет. Вот это вот как раз оно очень сильно шагнуло вперед за счет всех этих алгоритмов. Введение нескольких кадров в один. Нет, на самом деле ничто никуда не шагнуло. То есть, как бы все осталось на законах физики. Оптику и акустику, прямые законы физики, вы обмануть не можете. Значит, все остальное, то есть цифровизация и прочее, про это можно вести отдельную лекцию. Ну, а это все у кого? Значит, это все, как говорится, обман для тех, кто не понимает. Но позволяет красиво продавать оборудование. Итак, переходим сразу к циклу производства. Значит, почему я на этом заставляю внимание? Как вообще это связано с производством звука? Звук и кино неотделим. Операторы от звукорежиссеров, звукорежиссеры от денег, деньги от водителей, которые там вывозят у нас муцар. Все это огромное производство. Для того, чтобы все это заработало, нужен цикл. Цикл имеется в виду общий цикл. То есть, мы не руководим процессом написания сценария. Значит, с него все начинается. Сценарная разработка. То есть, эта разработка не литературное слово, она у нас уже есть. Она состоит из создания вот этого общей канвы, которую мы хотим снимать. Потом сценарист пишет нам сценарий, потом отдает это в режиссерскую разработку. Режиссер создает нам разработку, какой-то сценарий. Да, и он отдает это дальше по отделам. Когда его подписывает продюсер, что я согласен дать ему на это денег, снимайте это добро. Происходит разработку уже у каждого своего человека. Вот мы вчера тоже про это говорили. Первая задача не работать с кудаками. То есть, вторая задача работать с профессионалами. Отдается сценарий операторам, отдается сценарий звукоинженерам, отдается сценарий группы обеспечения, костюмерам и так далее. И каждый по нему делает свою разработку. Потом все это вместе возвращается обратно в продюсерский отдел, где считается сметом. И люди выписывают по этой смете техническое задание. Техническое задание выходит обратно на утверждение. Мы опускаем всю сложную часть и останавливаемся на самое главное. На техническом задании. Без технического задания невозможно производство ничего. Техническое задание не терпит двояких толкований и не терпит каких-то изменений в нем после его подтверждения. На проекте технического задания мы четко понимаем, какое оборудование нам надо и что мы снимаем. И самое главное, как мы это снимаем. Т.е. людям просили про кино. И как мы это снимаем? Снимаем мы это, например, в чистовой вариант. Хочу говорить чистовой звук, хотим мы всегда вымыть. На площадке. Тот звук, который мы пишем на площадке, тот же пойдет на постпродакшен. Постпродакшен в последующей перезаписи. Вот мы его и будем брать. Вот хотим мы так в техническом задании. Окей, говорим. Это не вопрос. Берем вот это. Вот это железо берем. Мы смотрим на это железо и говорим, нам не нравится. Ревюшер приходит и говорит, мне не нравится. Старая ломаная. Окей, увеличиваем смену. Вот этот процесс может занимать полгода. Иногда год, иногда два. Иногда он тянется десятилетий. Т.е. от этого процесса зависит качество продукта. Потому что 60% это подготовка. Съемки сами будут занимать две недели. И там нет времени уже куда-то бегать, что-то снимать. Особенно, когда мы поехали на Урал. Т.е. у меня есть коль, у меня есть рюкзак. А, хорошо, надо сейчас снять 5.1. А, давайте не надо. Вот такой разговор состоится. После подготовки технического задания мы переходим в подготовительный период. Подготовительный период – это когда мы уже четко понимаем, что это. Технические задания несколько побольше. Технические задания определяют первую твою техническую задачу. Т.е. если там не написано, что мы выезжаем втроем и записываем звук квакающей лягушки, то мы выезжаем не втроем и не записываем лягушку. Т.е. откуда мы берем эту лягушку? Т.е. откуда мы берем лягушку – тоже вопрос хороший. Потому что если там написано, что мы выезжаем в январе и снимаем звук квакающего комара, я пишу, что у меня нет технической возможности выехать в январе. Т.е. я не знаю, я в отпуске. Т.е. почему? Его можно взять из-за осада и положить… Т.е. тогда это написано в техническом задании, что мы выезжаем за осад, где нам два лаборанта предоставят квакающего комара. Т.е. радиоактивного. Т.е. не вопрос как бы. Т.е. если этого в техническом задании нет, я читаю и смотрю, ааа… нет, не записываем. Т.е. если я под этим подпишусь, то тогда уже на площадке мне скажут – Т.е. поле, где комар? Т.е. я такой, а где комар? Т.е. очень часто в техническом задании видно, что мы снимаем разные вещи. Т.е. оператор выезжает снимать батальную сцену, а у меня запись шумов. Т.е. я говорю – ну я пошел в Дубраву, наверное, да, у вас там люди дерутся, а я пошел в лес снимать. Т.е. могут прийти – да, иди. Т.е. мы потом на посте все сделаем. Т.е. тут правда креститься надо идти. Т.е. зяканье, мечей зяканье. Т.е. да, 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 да. Т.е. я уже вижу, как я с кастрюлей сижу. Т.е. вот так мы и делаем. Т.е. вот так не надо делать. Т.е. с кастрюлей не надо. Т.е. как надо будет попробовать. Т.е. значит, внимание, про пост в этой лекции не будет вообще ничего. Т.е. здесь только записи. Т.е. эти лекции рассчитаны на 69 часов, мне нужно положиться в полтора. Т.е. я буду на лекции. Т.е. я могу сказать, где он живет. Т.е. они в электронке есть? Т.е. в электронке будут. Т.е. берите визитку. Т.е. там я выложу, наверное, ВКонтакте. Т.е. можете стучаться ко мне в этом. Т.е. выложишь те, которые на 69 часов? Т. да. Т.е. прям вот все. Т.е. я их допишу. Т.е. я, может, где-то свои старые даю. Т.е. у нас все это есть. Т.е. мы начинаем к этому делу готовиться. Т.е. мы начинаем искать это оборудование. Т.е. мы начинаем собирать это оборудование. Т.е. выясняется, что в подготовительном периоде у нас техническое задание либо слабо реализуемое, либо слабо проработанное. Т.е. мы начинаем его дорабатывать уже своими, как говорится, творческим началом. Т.е. звукорежиссер, он творческое начало в том, как примотать скотчем микрофон к полу, чтобы он не падал. Т.е. потому что стойку мы не заказали. Т.е. заказать стойку, если речь идет там, ну, вот вам будет очень легко. Т.е. если у вас маленькое производство, то это ваши камеры, вам легко. Т.е. алё, Лена, мне нужна стойка, какая-то нужна стойка такая. Т.е. что ты сразу мне заказал? Лен, ну, мать говорит, ну, да. Т.е. начали стойку приезжать. Т.е. на мусфильме, чтобы заказать стойку, т.е. мы тут ржали над штативом. Т.е. штатива нет. Т.е. а где штатив? Т.е. а он в Питере. Т.е. уже хорошо. Т.е. а как он оказался в Питере? Т.е. ну, ребят, там кино, они за полгода заказали этот штатив. Т.е. вы тоже за полгода заказывали? Т.е. могли заранее заказать? Т.е. опаньки. Т.е. стою, а что у нас есть там? Т.е. ничего нет. Т.е. швабра. Т.е. что у нас маленький придет? Т.е. швабры лобнул заказывать месяц назад. Т.е. колхоз? Т.е. тебе понравится? Т.е. хоум видео. Т.е. единственное, что я забыл, петли в номере. Т.е. колхозный наш. Т.е. не надо. Т.е. что на них смотреть? Т.е. возьмите провод, прибежите к нему. Т.е. проломку. Т.е. тоже самое. Т.е. китайские петли с Алиэкспрессо. Т.е. после того, как вы собрали свое оборудование в подготовительный период, на этом этапе вы собираете всю цепочку тракта, пробуете с ним выехать. Т.е. выясняется, что оно неподъемно весит, что вам нужен второй человек, подавал иди сюда. Т.е. выясняется, что оно не везет в машину, которую вы заказали, что вам нужен Урал, что вы едете на самом-то деле в полях, где дорог не было вообще никогда, что вам нужен вездеход и так далее. Т.е. вы дорабатываете эту техническую часть. Т.е. совет. Т.е. первый, сразу же собрали тракт, записали его. Т.е. звуковой тракт, линия оборудования, собранная от микрофона до устройства записи. Т.е. это та цепочка аппаратов, которая звук у нас проходит. Т.е. он может быть большой, может быть длинный, маленький. Т.е. тут зависит от вашей фантазии, потому что у вас ПТС целый год. Т.е. собираете этот звуковой тракт. Т.е. уже тракт. Т.е. это тоже тракт. Т.е. может поместиться между микрофоном и устройством? Т.е. между микрофоном и устройством в обязательном порядке находится устройство динамической защиты и обработки. Т.е. это лимиттер компрессора. Т.е. устройство контроля в обязательном порядке. Т.е. это либо мониторное кольцо с наушниками, либо специальное устройство для свежения. Т.е. для тех, кто работает на радиосигналах далеко. Т.е. снимает как раз там 1812 год, у нас вот там вот люди, я сижу здесь, между нами 3 км. Т.е. вот тогда мы работаем по радиосигналах. Т.е. это непосредственно устройство контроля и управления. Т.е. какой-то маленький культив. Т.е. ручка громкости. Т.е. громкости тише, громкости тише, громкости тише. Т.е. если ее человек крутит у нас в процессе производства, надо подойти и спросить, что не работает. Т.е. пробовать ее не надо. Т.е. как этот тракт выглядит? Т.е. он непоследовательно соединен? Т.е. он непоследовательно соединен. Т.е. в нижнем находишься? Т.е. приезжай ко мне на работу, я тебе покажу. Т.е. вообще не было просто. Т.е. это в разы проще, чем тебе сейчас рассказать. Т.е. тебе нужна глубокая и теоретическая подготовка с физикой совсем. Т.е. где-то приблизительно 8 человек. Т.е. я тебе дам названия, прочитаешь их всех. Т.е. начинаете с Мирзона Борис Яковлевича, акустической основы от режиссуры. Т.е. это сугубая техника. Т.е. как работает оборудование, какие там используются конденсаторы, как эти конденсаторы пододеваются, что такое электрический ток, почему он называется синусоидом, куда совать децибел и где еще происходит. Т.е. вот здесь конкретно, это непосредственно, как говорится, какую ручку подосунуть, чтобы она заработала сейчас. Твой вариант. Т.е. чуть дальше. Т.е. помимо оборудования, которое мы собрали, мы записали его настройки. Вы все равно будете перенастраивать, потому что, когда вы переедете в поле, там все будет по-другому. Т.е. вопрос, кстати, про тракт. Относится ли к нему? Т.е. чтобы этот вопрос назначаться, грубо говоря, оборудование поддержки. Например, грубо говоря, упс, для записывающего устройства. Т.е. как говорил у нас главный инженер, говорит, оно работает от розетки. Да, значит, твое. Все. Т.е. упс, он напрямую в тракте не работает. Он может повредить на тракте? Может. Он может такие веселые тебе туда давать наводки в этот тракт, что все бегают в округе. А можно без упса? Хрен бы с ним, а? Давайте мы включим батарейку. Т.е. тут все, что влияет на звук, все является трактом. Напрямую в определении трактом является только то, через что звук проходит. По факту, стоишь такой под лэпом и слушаешь лэп. Или хорошую такую... А нам вот здесь вот обязательно снимать? И все, конечно, здесь же это единственный вид на весь мир. Т.е. вот эти три березы. Из них же никак. Т.е. тракт это та вещь, с которой ты работаешь непосредственно. То, что через нее звук прошел, не гарантия успеха. То, что он в ней оказался, тоже не гарантия успеха. Т.е. для этого в тракте есть монитор. Т.е. наушники твои. Ты их должен куда-то ватнуть и что-то услышать. Где их ватнуть и откуда ты забираешь монитор, это уже твоя личная фантазия. Кто-то берет напрямую с микрофона. И говорит, ну я же должен слышать того актера. Таким сразу по рукам бьют. Кто-то берет непосредственно с линии записи. Т.е. втыкается в камеру, в свой мобильный телефон, слушает наушники и говорит, ну я же должен слышать, что он записывает. Т.е. ну, логика верная. Т.е. если я возьму в камеру, в телефон, то фактически я уже буду из постпродакшена убрать, потому что там уже как бы парик замонтированный. Т.е. не совсем. Т.е. постпродакшен. Т.е. в совсем примитивном варианте. Т.е. если там больше никаких действий не присполагается. Т.е. не на ютубчик. Т.е. тогда да. Но если ты делаешь видео для ютубчика, а что тебе больше надо? Что ты там ожидаешь увидеть? Взрывы и спецэффекты? Т.е. ну, тогда ты не записываешь это видео на ютубный телефон. Т.е. ну, это логично. Т.е. если вам нужно выкопать яму, то бессмысленно привозить подъемный кран. Т.е. нужно привести экскаватор. Т.е. то же самое. Т.е. так же туда, ребята, с собой берите. Т.е. здесь ворлевики нет? Ворлевики, да? Т.е. ну, тогда я вам просто перечислю, что вам куда в довесах нужны. Т.е. скотч. Три вида. Малярный, прозрачный. Т.е. он всегда. Т.е. скотч наш друг, скотч намбро. Т.е. ножницы. Т.е. причем ножницы лучше иметь двух видов, по металлу и канцелярске. Т.е. ножи. Т.е. значит, кусачки для провода, пассатижи. Т.е. зажигалка, потому что изоляция с проводов сжигается, а не срезается. Т.е. такой лайфхак в акустических проводах, сжечь ее проще. Т.е. она обкапывает и не оставляет за собой этих черных узкорных навеков. Т.е. акустических. Т.е. она сделана из легкоплавкой пластмассы. Т.е. в трех цветов. Т.е. все знают, что такое тейп? Т.е. это медицинский пластырь. Т.е. в мотке. Т.е. цвета. Это минимум моток спортивного, белый пластырь. Он бывает телесного цвета, для заклеивания микрофонов на человеке. И еще обычный черный. Но, как правило, мы с собой брали всех цветов радугой. Зеленый, красный. Т.е. ориентируйтесь по местности. Т.е. красный, черный. Т.е. в аптеку. Т.е. в аптеку вот так, в принципе, сейчас другое, чем на скотче, он клеится на другие поверхности. Т.е. все очень просто. Т.е. он клеится ко всему, по сути. Т.е. лучше, чтобы не отваливаться. Т.е. провода, как правило, черные. Т.е. скотч очень быстро отклеивается от тела. Т.е. скотч видно. Т.е. вот это самая большая проблема в камере. Т.е. хрен с ним, что он отклеивается, ему видно. Т.е. видно, что у тебя какая-то сопля висит с этих, с веток. Т.е. видно, что у тебя человек ходит с какой-то черной фигдей в 17-м веке, намоканный сзади. Т.е. я уж не буду говорить там, что у нас правда видно. Т.е. в 2017 год, сзади едут, человек на них едет. Т.е. у вас колея от КамАЗа через все поле. Т.е. ну ладно. Т.е. это просто балабан. Т.е. это его. Т.е. это морфи так начинается. Т.е. в 2017 год и колея такая. Т.е. команда хорошая. Т.е. смотри, видно, как ПТСка прошла. Т.е. смотри. Т.е. почему так? Т.е. не знаю. Т.е. 6 мониторов. Т.е. было. Т.е. ну ладно. Т.е. даже у стильника С на заднем поле. Т.е. это нормально. Т.е. Т.е. уроки были на чем-то такие. Т.е. как известно, втрое летаться маленько. Т.е. ну конечно да. Т.е. нож технический, аптечка. Т.е. мне ни разу не пригодилось, но пусть у вас будет. Т.е. бежать за ней куда-то это проблема. Т.е. канцелярия, блокнот, ручка, линейка, карандаш. Т.е. это та вещь, которая вам нужна, чтобы записать, что где сломалось и вспомнить, что где стояло. Т.е. это тоже важный момент, потому что на съемках, когда вы перетаскиваете обороты из одного конца в другой, вы просто забудете об этом. Т.е. чтобы заново не начинать вот это все дикие построения. Т.е. открыл блокнотик, прочитал. Т.е. рулетка. Т.е. рулетка нужна тем, кто меряет. Т.е. меряет у нас кто? Т.е. правильно. Т.е. главный акустик. Т.е. мы меряем в кадре линзу, Т.е. мы меряем в кадре расстояние до микрофона. Т.е. да. Т.е. вот она самая. Т.е. мы меряем расстояние между акустикой, которая вас производит. Т.е. гладкая салфетка, потому что грязная. Т.е. я еще с собой перчатки брал. Т.е. после того, как мы уже все со всеми переругались десять раз. Т.е. мы уже помирились. Т.е. мы уже друг с другу сходили в гости. Т.е. мы уже начали дружить с семьями. Т.е. через где-то восемь месяцев мы начинаем выезжать и снимать. Т.е. съемочный период привязан, как правило, ко времени года. Т.е. поэтому вы одеваете стекло, рассказывать вам не буду. Т.е. на съемочном периоде вы непосредственно снимаете. Т.е. и вот тут пошла наша техника. Т.е. системы записи. Т.е. построение выбора оборудования начинается с системы записи. Т.е. это аппарат, который будет записывать. Т.е. идеальный вариант для нового бюджетного кино. Т.е. записи репортажей и того, что нужно делать быстро и потом иметь быстрый какой-то процесс производства. Т.е. кто новости снимает, кто телевидение снимает. Т.е. кто репьюмчик снимает. Т.е. это съемки как запись звука в одном агрегате с видео. Т.е. вы решаете проблему с тайм-кодами. Т.е. у вас нет рассинхрона. Наверное. Т.е. а может быть и есть. Т.е. мы решаем проблему с поставленными шумами. Т.е. с какими? Т.е. разными. Т.е. веб будит. Т.е. веб будит от непостороннейшого. Т.е. я могу привести пример. Т.е. мы снимали в сосновке в питере как раз про орков видос. Т.е. у нас на заднем плане еле-еле было слышно шум машины. Т.е. но он был. Т.е. он просто нам похилил все, весь звук. Т.е. нам пришлось полусилу, нам просто надо что-то записывать. Т.е. как его убирать оттуда? Т.е. я не знаю. Т.е. я не знаю. Т.е. не знаю. Т.е. не знаю. Т.е. Т.е. это хороший пример. Т.е. работайте с профессионалами. Т.е. сразу вам лайфхак. Т.е. мы сами съем. Т.е. 150 герц сразу низкочастотным фильтром вах и там не будет шума машины. Т.е. боюсь это не... Т.е. если машина... Т.е. если машина... Т.е. стоп-стоп. Т.е. это на посте или это сразу? Т.е. сразу. Т.е. во время записи. Т.е. во время записи. Т.е. человеческий голос не имеет опертонов ниже 80 герц, если это бас. Т.е. шаляпин это 80 герц. Т.е. человек, который у вас в кадре, вряд ли будет иметь такие опертоны. Т.е. если это на записи не убрали, то на посте можно это убрать? Т.е. пожалуйста. На посте отрежу. Т.е. без разницы. Т.е. без разницы. Т.е. лучше это отрезать сразу. Т.е. если вы отрезаете сразу, т.е. здесь два подхода. Т.е. если это телевизор и быстрая всякая запись, надо убрать сразу. На посте это делать будет некогда. Т.е. если вы с постом не связаны, т.е. там будут сидеть люди, которые читали и сделали это согласно своему уму и подобию. Т.е. такое бывает часто, когда приходят, отдают и говорят, здравствуйте. Мы, не знаю, там, МГКрафт, мы делаем Вархабр. Че вы делаете? Вархабр мы делаем. Вот там нужно вот это отмонтировать. Слышишь, церковь или дебилами. Т.е. что с этим сделать-то надо? Т.е. все и не понимают, что происходит. Т.е. нет умнятного, переводя там. Т.е. нет умнятного. Т.е. люди просто не связаны с этой темой. У нас ведь как? Любят взять там, где дешевле. Приходят и говорят, здравствуйте, здравствуйте. Вы делаете кино? Нет, мы записываем рэпчик. А кино сделать можете, мы вам денег дадим. Наверное, можем, если денег дадите. Т.е. приходят, никогда с этим не работали, им что-то дают, они делают как рэпчик. Там все гудит, пукает. Рэпчик получился бы хороший, а кино ужасное. Т.е. тогда вы отрезаете сразу. Т.е. вы лишаете поста вот этой радости, вам наградит в первый раз. Т.е. если вы четко знаете человека, который будет делать пост, если вы можете ему оставить комментарий, если он адекватный, он профессионал. Или вы сами делаете пост. Т.е. вы просто об этом помните и сразу отрезаете. В любом случае, если у вас пост продакшен, хоть звук маломальский, значит, связан с каким-то контролем. Т.е. как это сделать? Т.е. что именно? Т.е. аппараты. Т.е. какие устройства аппараты вырезают для того, чтобы это сделать? Т.е. сейчас тебе будет набор техники. Т.е. сейчас тебе будет набор техники. Т.е. обязательно. Т.е. если вы на пост продакшене, вы можете с ним контактировать и сказать, ребят, мы вам даем линейный звук, это называется линия, когда у вас АЧХ в линии выстроенная, вы с ним ничего не делаете. Т.е. как мы тебе даем линейный звук, они перестают креститься и когда они перестают все так, как Таракада, все так и со мной сказал. Т.е. все это вынесли. АЧХ, амплитудно-частотная характеристика. Звук – это волна. Волна состоит из двух характеристик. Это высота волны и ее частота. Амплитуда волны… звук это что в своей основе это электричество электричество вот эту штуку знаете вот это называется период волны это полный период он равен единице колебания вот этого периода за одну секунду называется 1 герц если у нас 50 герц сколько колебаний в секунде 50 колебаний в секунде если у нас 1000 колебаний это 1000 герц звук имеет диапазон от 20 до 20000 герц слышим диапазон людей те которые слышат с учетом того что мы живем в постоянном акустическом шуме составляет где-то примерно 70 в лучших случаях 18 я слышу 17 600 я дальше не слышу вы наверно слышите еще меньше это то что вы слышите любой звук расположен непосредственно в каком-то частотном диапазоне своих форматов то есть например голосовая формата человеческие голоса сейчас и мужские и женские это 120 герц до 12 по моему 1000 герц вот это голос соответственно выше 12000 герц если у вас там что-то свистит шипит что-то происходит дата речки ниже 120 герц вот здесь вот есть вопрос формата это вещь которая отвечает за разборчивость речи она одна и она частота является одной единственной частотой и она индивидуально для каждого человека она расположена в диапазоне от 120 до 375 и для мужчин и для женщин это первые форматы всего их 3 вот ее вырезать нельзя факт в том что 120 150 герц где мы берем низкий частотный фильтр и все снизу убираем там очень редко находится формат отвечающие за какие-то речевые артефакты вот ее нужно просто убрать и шум машины это низкий частотный шум машины то есть звук меняется в зависимости от места шум машины сложносоставной шум это не только двигатель не только гул это еще грязь из-под колес и так далее вообще он полночастотный но если он например едет далеко вот товарняк на расстоянии 500 метров это сейчас я скажу вам дай по памяти мне это считай от 20 до 170 герц это товарняк отрежь 170 хорошо то есть эти 20 герц там не повлияют на голос вообще никак единственное что человек будет удивлен тому что он не гугнет оказывается он не гугнет и не гнусает ничего себе так тоже можно было то есть первое что происходит с людьми которые первый раз вот это делают у них возникает шоковое состояние что боже мой у нас звук как из ведра боже мой звук как из ведра через месяц они ходят в htv я сделал телевидение у меня телевизионный звук потому что на телевизоре 150 герц вообще не присутствует нигде то есть их два раза отрезают один раз на съемках второй раз на посте и третий раз на всякий случай на воспроизведении что туда ничего в эфир не полетело а то есть на посте тоже можно делать конечно на посте можешь делать все что угодно то есть как говорил Александр Платошин ребят это звук это кино это магия мы можем сделать все что угодно но у вас на это не хватит денег поэтому мы все делаем самим вот для того чтобы сделать вот это тебе нужна одна программа и одна кнопка в принципе я сейчас могу сказать что это очень сложно взять с тебе денег но я не буду так делать потому что у тебя есть торт у тебя есть мой компьютер у тебя есть мышка и палец все не поняла брат это вот это вот 120 375 это называется первая программа первая программа это отвечает за разборчивость речи да их три отвечают за разборчивость речи три все три отвечают если убрать хотя бы одну твоя речь превращается в бульканье вообще ты не можешь понимать слов человек говорит вы можете использовать это кстати как эффект очень часто в фильмах ужасов про всякую болотную тварь делается оно говорит то есть вы можете поиграться поискать эту формату эквалайзером найти ее убрать это очень хорошо видно на видео то есть вы ее убираете значит и потом делаете сразу два воспроизведения первое с форманты человек говорит речь любую речь читает стихотворение а потом то же самое без формата и там вообще как это вообще произошло он говорит ту же самую речь но вы не понимаете ее вообще то есть вы не можете даже звуков забрать можно плавкрафта снимать как раз он общественный это бульканье кваканье страшные вещи то есть это вот такая вот интересная вещь но они тоже отвечают за по-моему тысяча триста три тысячи и семь с половиной восемь но это не точно это еще две форматы средние и высокое число а неそれ неgeschwap caprotov вот эти дизайн работающие surgeon трогают а че с ним делать пронимать че хочешь допустим мы хотим разборчивый вот этот оборот крарс техническому заданию а че снимем дело играет как что получаешь неразборчивый давайте нормально неразборчивый во хорошо почему голос не разборчивый Это твой разговор со мной, с наёмным техническим специалистом. Ты приходишь и говоришь, у нас неразборчивый голос, почему? Ага. Ага. Какой правильный ответ? А правильного ответа нет. Правильный ответ, знаешь, как он говорит? Мы тебе запись принесли. Отдай техническую оценку. Я включаю, и я тебе скажу, вот здесь плохо. Здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо. На вопрос из разряда, какой цвет нам покрасить забор, чтобы у вас красиво звучало, бау, я не знаю. Потому что голоса, то есть как такового, я не слышу. На вопрос сделай мне разборчиво, это как сделай, когда мне подходят девочки и говорят, сделай громче. Можно конкретизировать? Давай. А вот люди, которые употребляют как раз звуки, а мммм и так далее, вот эти все мучания, их можно убрать как-то? Можно. Выстройся. Можно. Я там даже обычного вырезаю. Это плохая идея, делается не так. Ты же орк, ты берешь багору, походишь к человеку и он тебе несколько начинает. Это работает. Есть две школы. Американская школа и европейская школа звукозаписи. То есть это в принципе две школы технического производства. Американская школа включает в себя всю европейскую школу и высокие технологии. Европейская школа высокими технологиями, она так сложилась исторически просто, что она всегда догоняет Америку и всегда берет технологии оттуда. Но европейская школа как раз таки строится на физике звука. У тебя человек мычит делать. А сколько времени ты потратишь? Если 15 минут я буду вычищать эти А, М, Б, И где-то приблизительно часа полтора. Да, так и получается. Более того, это будет некрасиво. Потому что человек стоит, он сказал, а звука нет. Ну, исключительно перебивками приходится. А если он это делает через три, не знаю, через четыре слова? Таких мы старались не снимать. Это единственный вариант, который я вижу. И мне просто, я думаю, может быть, есть какая-то возможность записать дату. Без того, чтобы какие-нибудь перебивки ставить? Нет. Видео-то осталось. А особенно надо так сказать. Если про несколько частотные звуки, мы от этого не избавимся. Нет. Вообще никак. Нескочастотные исправляют непосредственно звучание. Но они не исправляют то, что человек сказал. Так же, как мы не убираем причмокивание. Я долгое время, как говорится, был ищущим звукорежиссером. У вас у нас очень любят на вашей классе. Ну, у вас есть два типа. Есть ищущий. Это человек, который всем всегда недоволен. Звук всегда говно. И второй, это я. Бред, чтобы быть 10. То есть, как бы, звук говно. Да. Почему? Ну, потому что говно. Почему говно? Потому что ваш саксофон не берет ля. Подтяни. Нет. Вы платите музыканту. Вы привели его в студию. Вы заплатили нам сумасшедшие деньги. Приводит все саксофониста, который не может взять верхний ля. Может, вы саксофониста поменяете, ребята? Не будете нам платить бешеные деньги за последующий постпродакшен, да? Может, он пойдет поучиться 4 часа, а научится брать доту, придет и сыграет, как бы. На меня смотрели, вот я последние два года, когда работал, на меня в консерватории смотрели, как у Мари Шумного. Он говорит, ты что? Он говорит, ты выгоняешь оркестр? Я говорю, да, ваш оркестр на тебя. Они смотрят на меня и говорят, в смысле? Вы такие, они такие ужасы эти современные студенты видели только, когда вот Мирзон работал. Понимаешь? Когда Мирзон приходил, он так приходил и говорил, у вас не стоит скрипка. Заканчиваем сферу. И уходит. И раньше, понимаешь, до появления вот этого компьютерного монтажа, это было Морги. У вас скрипач не может играть на скрипке. Почему вы должны писать плохого скрипача? Давайте вы сначала научитесь играть, а потом мы... К сожалению, когда мы записываем мастера, который что-то умеет, нужно это показать, и он должен это озвучивать. Это репортажная съемка. Вот это. Когда ты берешь репортажную съемку, то у тебя человек может быть любой, да? Да, конечно. Он лучше токарь, понимаешь? О-о-о, токарь, да. Для этого используются другие технологии, то есть другой способ записи. Ему не вешается петля. Ему ни в коем случае не дается микрофон в руки. Приходит человек с пушкой, который... Подарок, да? Да. Ага. О-о-о-о. Ай, о-о-о-о. Записали. И пошли домой. Со стороны смотрится это смешно. Но зато человек стоит, потому что он любует... У нас там токарь, кто в конце? Вот, что токарь? Мы туда еще побежали. И за один человек 4 человека до 10. Она говорит, что нас остается. Поставьте его кто-нибудь дальше. У нас такая мурадовая, которая пришла, значит, старая и черт. И говорит, ящик туда поставь, чтобы мы бежали. Вытолкнули ящик. Вытолкнули ящик туда. То есть, просто стоит. Человек заходит, он психологически не может пойти налево, а тут диван, понимаешь? Я не могу сюда отходить. Здесь стол. Я сейчас зажат между двух вещей. Я могу мордой, могу поторговать. Я не могу. Нет, мы тоже так делаем. Камеру на плечо и бегаешь на них. Некоторые люди еще крутятся вокруг своей оси, и ты должен тоже... Да, то есть это вот как... В итоге, когда они крутятся вокруг своей оси, ты же понимаешь, что получается. Я потом сижу на кухне, режу помидок, смотрю, у меня начинается вертолет. Это что? Забег. Это репортаж. Репортаж очень многое прощает. Потому что репортаж может быть откуда угодно. Извините. У нас окоп стрельба, это как бы... Я стреляю. Какое вы хотите качество звука? Нет. Меня больше интересовало... Вот мы записываем мастер-классы. Мы фишем на петлю, собственно говоря. Ага. Там человек никуда далеко не убегает. Но вот эти всякие причмокивания и прочее, к сожалению, тут ничего совсем нет. Ничего не сделаешь. Если человек у тебя причмокивает, использует всякие выражения, вроде «так сказать», грубо говоря, то есть ты с ним ничего не делаешь. То есть это паразитная речь, которая является его непосредственной речью. То есть она вот такая. Она входит в часть... Она входит в часть образа. Она входит в часть человека. Да. То есть ты не сможешь от нее никуда уйти. Ну я где-то примерно процентов 60 вырезаю, где можно... Ну когда это понимаешь, что это дикое чмокание, вот такое... Да, от этого надо уйти. Ну и как правило, там два-три. Когда он просто там делает, ну такой человек. То есть либо научите его, либо берешь багор, и ты наешь визюлянку. То есть у людей, которые сейчас, не знаю, молодые пришли, у них шоковое состояние, что оказывается заплатив за запись, это ничего не различает. Ты взял военную оборудование, и ты должен теперь на нем работать. Они приходят все и выясняют, что они не умеют работать с микрофоном. Они не понимают, что им говорят. То есть вот как говорят. Девочка пришла и говорит, сделай громче. Громче относительно чего? Так проседали. Сделай, говорю, самое главное. Ну громче сделай. Где? Здесь. 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 Она стоит такая с круглыми глазами. Ну ты в зал можешь сделать громче? Погу. Ну сделай, я говорю. Зачем? Она опять проседает. Человеку вопрос задать не может. Я говорю. Ты что хочешь? Говорит. Мне не слышно, я говорю. Так ты на сцене выступаешь. Ну вот мне на сцене не слышно. Может тебе надо не в зал, может тебе надо монитор сделать? А, да. Ну и в зал тоже. Зачем? Чтобы у них кровь ушами пошла. То есть это она сидит, человек не в состоянии задать вопрос. Он не понимает техническую работу. Когда она выходит работать с микрофоном, что случилось первое? Ну конечно же у меня монитор без кинок. Потому что она машет ее во все стороны. Ее никто не учил от того, не умеет. То есть вот для того, чтобы такого не было, вы должны работать с тем, с профессионалами. Люди, которые уже не первый год с микрофоном. Они с ним живут. То есть видишь, как я кружку держу? Ты видишь, как у меня кружка ходит относительно до рта? То есть это вещь, которая... У тебя там в садика, по-моему, упасть. Нет, это вещь, к которой ты приучаешься. Знаю, вот этот вот процесс, то есть нас ставили с микрофоном, мы вот так вот, как дураки по кругу ходили. Мы инженеры, знаешь. Два с половиной часа походишь, все, у тебя уже рука не двигается. Стоишь с ручкой совсем. Это абсолютно дало. Итак, ответить. Итак, микрофоны. Так как мы говорим про топ-хоз, значит, и немножко ровно про микрофоны. Микрофоны бывают, делятся по устройству капсуля и по применению. Капсюль – это вещь, которая непосредственно преобразует акустическое давление в электрический сигнал. Они бывают конденсаторные, электрические и динамические. Динамические – это ручные микрофоны, все их прекрасно видели. Ими можно разбивать орехи. Катушка стоит, значит, из минусов. Они не требуют никакого питания. Это из плюсов, но из минусов – они большие. Катушка сама по себе большая. Ну, если у вас есть человек с лучшими микрофонами, в кадре это позволительно есть, почему нет. Конденсаторные микрофоны – это, как правило, студийные микрофоны. Они чувствительные, они широкополосные в плане айчинга. Они, эти микрофоны, требуют питания. Питание у них 48 вольт, это стандарт, есть во всех культах. Есть дополнительные источники питания для микрофонов. У нас колхоз, поэтому с этим микрофоном вы навряд ли встретились. Вы встретились, скорее всего, с электретным микрофоном. Этот микрофон, по своему устройству, почти такой же, как и конденсаторный, но работает от батареи. То есть, это обычная полтора вольта. Шикарная, кстати, вещь. Это все петли, которые у нас есть, в том числе петли с Алиэкспресса. Есть смысл с Алиэкспресса вообще заказывать? Шикарно. Вот мы заказали сколько? Три петли. Одна пришла замечательная, две полное говно. А, то есть, как повезет? Цена... Это не одинаковая? Нет, три разные. Цена 80 рублей за петлю. А можно ли суть в общем-то? Можно заказать мешок и выбрать себе напольную петлю. Потому что, например, та петля... Провод надежный, провод кондовый, провод можно отрезать и удлинить. Другое дело, что вот эти самые петли, которые мы используем там, они бывают еще же дорогие. Запомните два названия. Зенхайзер. Это стандарт производства. И Санкен. Санкен, КОС-11. А можешь написать? Да не вопрос. Пожалуйста. Это для тех, кто будет брать в аренду. Зенхайзер, начальная цена 300 тысяч. Санкен от... За петлю? За комплект. Ну, петля это что? Петля это микрофон на проводе. Без него как бы... Что если дальше делать? Ему, если это радиопетля, требуется что? Ему требуется передатчик. Ему требуется приемник. Ему требуется антенный сплиттер. Потому что приемник передатчик... Ну, Зенхайзер хорошо. Тут 15 метров эту комнату он возьмет. Это профессиональная система. Если у вас будет приемник передатчик ЭКД, то у него вот радиус действия 10 метров. Нужен антенный сплиттер. То есть усилитель сигнала. Итак. Дай ему память. Санкен. Санкен петля КОС-11. Самая знаменитая петля. Разработана специально для скрытой установки. Для приклеивания на тело. И у нее есть очень интересная вещь. Это специально для тебя. Вчерашний вопрос. Санкен плоская микро петля. Размером 2 миллиметра. То есть идет. Вот так. У нее что провод, что петля. Она одинаковая. Вообще никакой разницы. У нее за, заметьте, за 1800 рублей продается сверх шикарная вещь. Вот такой маленький набалдашничек, который надевается на нее с прорезанными дырочками. Называется терка. Приклеивая его. Вот это вот расстояние составляет всего 8 миллиметров. То есть, ну, сантиметр. Приклеивая его, сверху никакая ткань не трет. Потому что петля внутри. Никаких шумов, скрипов, изломов и так далее. Отдельно вот эта штучка стоит. Да. 1800 рублей, да. А на обычные петли такие продаются? Продаются. То есть, идешь в магазин и ищешь что-нибудь похожее. Очень похожее есть на сверлах. Ну, сверла, которые строители продаются. То есть, сверло ты оттуда вынимаешь, а вот крепление, которое было очень похожее. Колхоз, колхоз. А сама вот эта класс 11 сколько стоит? По-моему, 25 сейчас. Это только петля. Здесь никто. То есть, радиосистема к ней может быть любая. То есть, если вы хотите, конечно, радиосистему. Потому что, ну, провод ничем не хуже. Если вы знаете действие, если у вас не предполагается драки, или там не предполагается снимать ноги, у вас ходит человек, или просто вы снимаете репортаж, ну и зачем вам радиосигнал? Эти сложности. Ну вот и драки снимают. Полагается действие и драки. Нет, если вы снимаете драки, то нам вряд ли там кто-то что тарет. Наоборот. Наоборот. Что-то проклятие. Ну, как-то взаимодействие все равно есть словесное. Второй микрофон тебе раз у вас драки. Вот тебе прям идеально подойдет. Огология. Огология видели? Эй. Да. На ток-шоу вот эти вот микрофоны, которые болтаются. Здесь стоит микрофон. А, который на ухо что-то читает? Да. Зацепил его как лапшу на уши и пошел. Разница от петли в том, что он у тебя не подвижит и непосредственно к голосу висит. Дешевые микрофоны сейчас есть, типа Art of Forte, они за 10 тысяч рублей стоят. Такой хлам. Я когда-то ушла, убила, у нас слово просто в уши вставлялось. В уши, которые вставляются, это монитор. Это тебе в обратную сторону, что ты говоришь. Ну, когда режиссер говорит. Да, это когда режиссер говорит. А огология, это вот здесь у тебя микрофон, на палке. Сантелевские микрофоны, кстати, тоже телесного цвета. Артур Форти, все сейчас делают телесного цвета. Сенхайзер всю жизнь был телесного цвета. Его на щеке не видно. У тебя есть классные дреды. Узнык его под дредами. Все будет слышно хорошо. А он и тут телесного дреда или опять же с этим? А они все свежозащиты. То есть, если твои дреды не будут по нему напрямую бить, то тогда да. Есть, конечно, третий вариант. У тебя есть классный путь. У тебя, когда ты говоришь на прямую, звук идет сюда. Когда у тебя нет других источников и помех, вешаешь куда пойдет. То есть, куда пойдет, то есть, вот в этом диапазоне можно вытянет. Продакт, прости господи, пост вытянет. На посте исправили. На посте пост тоже я делаю, поэтому буду. А какая разница? Дайте мне 50 лет. Помимо того, что микрофон бывают речевые, бокальные, инструментальные инструменты и прочее, у них бывает разная направленность. Направленность нужна для того, чтобы понимать, куда его втыкать. Их и так уж много. Во-первых, самая простая, круговая. Ура! И все вокруг вперед. Все вокруг, со всех сторон. Суть в чем? Это называется кардиоидный график. Вот у вас в центре микрофон. Расстояние от источника звука во все стороны одинаково. Во все стороны он принимает одинаково. Вторая была изобретенная микрофон. Восьмерка. Вот у вас стоит микрофон. Вот так вот у вас будет стоять капсин. Вот так вот он будет принимать. Изотехнической конструкции. Расстояние примерно одинаковое во все стороны. В идеальных микрофонах одинаковое. Кардиоида. Самый распространенный микрофон. Вот здесь у вас стоит микрофон. Сюда у вас расстояние примерно по 15 см. Сюда у вас расстояние может быть до 5-6 метров в зависимости от микрофона. Соответственно кардиоида это такой знатный микрофон. Все петли общей направленности. Все петли круговые. Потому что их вешать кунда. Ну вот куда мне повесить? На пусине. Кардиоид это уже направленный или нет? Кардиоид это уже направленный. Да, куда бы ты повесил на сколько? Я? В скрытую или нет? Да. Что да? Скрытую петлю. Скрытую петлю. Глядишь, что у меня вниз. У меня здесь второй воротник есть. Глядишь, что у меня вниз. У меня есть третий воротник. На любой из них. На любой из них. Если я еще и в маске буду ходить. То есть то, что я сейчас с камерой буду тереться, это не страшно? Это страшно, безумно. А ты заклеил скотчем. Сверху. По петле. Оставляешь только одну зверху. Сверху саму. Сверху, да. Понятно. Спасибо. Супер кардиоида. Производная кардиоида. Вот такая фигура. Она узконаправленная. И за счет этого вот это расстояние увеличивается до 7 метров. И микрофон пушка. Вот тоже самое, только очень узкое расстояние до 10 метров. Вниз. Это называется нижний артефакт. Вот сюда расстояние составляет 20 сантиметров. Вот у нас микрофон. Вот здесь у нас супер кардиоиды. У нас вокальный микрофон и все супер кардиоиды. Прикольно. Мы этот профессиональный микрофон даем человеку. И он начинает делать вот это. Скотина. Это называется задний артефакт. Хвостик. Хвостик. Да. Если у вас микрофон типа пушка. Который обычно крепится на подвесе. Вот таким вот образом. Вам этот задний артефакт ничего вообще не сделает. Там ничего нет. Сюда ничего не попадет. То есть вот здесь он уже не ловит вообще. Ухоток и если полетает. Нет. Нет. Здесь он вообще уже ничего не ловит. Тут ничего нет. Поэтому их признают микрофонами дальнего поля. К этой же листепени цель относится к ПЗМ. Микрофоны ближнего поля или пограничного слоя. Вот так он выглядит. Эта штука была сделана для конференции. Лежит на столе. Он в последней черепушке называется. Он лежит как такая блямба. Имеет направленность. Вот у нас стол. Вот такой вот направленность. Офигенно крутая вещь для тех, кто пишет, например, что-то в кабаке. Или вот как здесь сейчас какую-то лекцию. То есть мы его бросили на стол. Он лежит. Записывает все вокруг. Он танцевает, ходит. Потому что во все стороны направлены. Он пишет замечательно шумы. На него нельзя писать музыканты. Он тоже молодой? Как правило, да. Они проводливые. Но он прекрасно прячется. Скатерть на него бросило. Хорошо. Чайник ледом поставило. Закрыло кадр. Шикарно. Вот это великолепная вещь. В скатертье делаешь дырку. Провод в дырку. Микрофон сверху. На него, не знаю, микрофон какую-нибудь салфетку. Чудовый инструмент не закрывать нельзя. И он стоит. И у тебя великолепно все записывается. Вот шикарно сидят люди. У тебя кабак. То есть этих микрофонов можно поставить два, три. Голдык, когда вы разводите? Не пишите в один день на микрофон. Нельзя так делать. Вы получаете, по сути, очень хорошие заборские ощущения. А музыкантов почему нельзя? Музыкантов нельзя писать, потому что при записи музыкантов мы записываем исключительно каждый инструмент. День на микрофон. То есть если мы пишем вместе все, то только на стереопару. То есть стереопару это круг или восьмерка. Либо две петли стереопара. То есть если протестировать, например. Ну, оркестр это круто писать на две петли. Ну, и так даже я и не это самое. Вот, например, три музыканта. То есть оно не только, как у меня есть, не только, а оно не только, а еще и на дудочке дует. То есть вот тогда мы берем две петли. Сразу вам лайфхак. Берете две гайки. Петлю в гайку вклеиваете. Это как отвес. И вешаете. Расстояние приблизительно где-то 3-4 метра. Китайским петлям не грозит. Выше трех вешать нельзя. У вас получается два звуковых пятна. Как есть световое петно, вот так два звуковых пятна. Одно здесь, второе здесь. У них есть пересечение по кунтуру. Получается вот такая, если смотреть сверху, получается вот такая вот картина. Вот у вас одно пятно, вот у вас второе пятно. У вас вот здесь вот сидят три музыканта, например. Один все время в центре, второй все время слева, а этот все время справа. Логично пишем стереозвук. Мы пишем стереозвук. Это самая примитивная стереопара, которая болтается сверху. А эти две петли, они потом, их можно воплоть в одном устройстве? Смотри, у тебя получается вот отсюда. Смотри, вот отсюда вы снимаете. В самом деле, с этой стороны у тебя получается левый канал, а этот правый канал. Все. Ты записываешь два моноканала. Один левый, другой правый. При совмещении этих каналов вместе у тебя получается стерео. То есть стерео это не разведение, когда у тебя есть одна ты, если сначала налево, потом направо. Не то. Нет, нет. Я имею вот две петли, там каждый пишется на отдельную устройство. Можете писать, ну если у тебя есть два канала, я ему пишу два канала левый и правый в камере. Я тебе пишу два канала. Пиши два канала. Главное? Директор Петяновна. Оф, блин, да. Директор Петяновна, напиши на два мобильных телефона. То есть я вот эти два мобильных записанные одинаковые. Вот если это музыкант или что-то подобное, я тебе напишу даже без синхрона. Как создать синхрон? Ну, то есть два аппарата. О! Вот видишь, берем хлопушку, старый дедовский метод. Все включили запись, все включили запись. А у вас работает, у вас работает. ХЛОПЫЛИСЬ! Все, и по хлопушке ты поверишь везде. Главное, чтобы потом никто не выключил, не включил. Все так, как все у тебя. Если выключил, то вступает правильно радио. Любая монтажная программа тебе позволяет совмещать эту последние лет двадцать лет. До тех пор появился компьютер. Да, давай. Компутер. Итак, вешение петель. Твоя тема. Для того, чтобы повесить петлю первая, оцениваете, что вы от него хотите от этой петли. Самое простое, это репортажное. То есть, это люди, дикторы, которые сидят в кадрах. И у нас что-то взяло красиво. Как ордер. Если это допустимо, вешаете. Если у вас это недопустимо, то тогда вы вешаете скрытую петлю. Но здесь начинается опять творчество. Во-первых, не должен вываливаться ниоткуда провод. Идеальное место расположения петли, это где у нас правильно. Вот тут, в сисечках. Значит, человек говорит сюда. Как правило, голос направлен туда. А у тебя чашечки облично жесткие. А еще скотч. Значит, скотч. Нет, не сиськи приклеивать. Сюда посидишь там. Есть скотч, а пластырь. Значит, пластырь это для случаев, когда у тебя его видно. На тело согласен, конечно, лучше пластырь клеить. Но если нет, с ловой скотч тоже пойдет. Бесплатная референция. Значит, как правило, актеры не возмущаются. Те, кто уже не первый год снимается, приходят к вам. Давай. Я к оператору так же приходила. В общем-то, а что делать? Ты оператором? Ты с чем? Слышите, у нас на репортажах оператор вешает петлю. А, уже оператор вешает все сделал? Конечно. Совмещение? Как это? Ладно. Лизизация. Лизизация, да. Вешание петли на человека скрытый. Это такой процесс, во-первых, знаешь сценарий. Чтоб не выяснить, что ты сейчас делаешь. Я сейчас лезу на небоскреб. Ага. Хорошо. Проводная петля, 15 метров, я рядом поползу. Не, я с раннего Васила. Нет, с раннего конечно лезь туда. С раннего-то и я могу. Интересно. То есть, ты знаешь, что человек будет делать. То есть, если у тебя, ну вот, там все вещи стреляют, а мы тут с проводом за ним в кадр не попасть. Вот этого делать не надо. Человек будет двигаться. Будет двигаться. Как он будет двигаться? У вас больные танцы? У вас, не знаю, что у вас сейчас будет происходить? Какая дежурка? То есть, вот такая вот дежурка у нас будет происходить. Ну, например, человек будет сидеть, вальяжно попивать кофе. Вот. И вещать нам о гидонистических принципах. Опа. Давайте ему к петлю повесили. Ты будешь пить кофе, да, горой рукой, правой, левой, правой. Отлично. Вот сюда ему вешаешь петлю. Прикрываете ее в спидлинике. И человек сидит и пивает кофе. Значит, заливать. Профессиональные люди знают, что если ты двигаешься, говорить не надо. На сериалах обрати внимание. Особенно на современных. Он сначала пошел. Мы должны сделать по-другому. Точно должны сделать по-другому. То есть, у человека мысль не работает. Он, знаешь, он как крыса. Он может сделать только одно движение. Он может либо идти, либо дубать. Смотрится очень плохо. Смотрится очень плохо, но посмотри современные сериалы, американские в том числе. Там этого даже интересно. Только петли. Никаких пушек, только петли. Бум в кадре. Кто будет это выставлять? Это когда вы кино будете снимать, тогда у меня есть время. Мы приезжаем и 15 часов играемся со светом. Здесь у меня стоит. Тут у меня не слышно. Тут у меня не стоит. Тут у оператора не стоит. Тут у всех привстал. Тут все упало. Тут дождь пошел. Тут у меня есть время. Конечно, я думаю, да. Съемочный день закончен, зарплату получили. В кино, да. То есть, мы этим занимаемся часами. А когда у нас задача создать 3 серии к концу недели, это похрен вообще, что там происходит. Уже раз в публике. Или когда репортаж. Три репортажа за рабочий день. Три репортажа. Еще все к 6-часовому эфиру, чтобы он смонтирован. Да, то есть, как бы там до монтажа в столе сидят, такой, что я это монтировал, да? Отлично. Эть! Сразу, да. В битакон смонтирован. У нас даже были случаи, когда мы монтировали, и по проводу это сразу эфир шло. Нарушение, кстати, из декородательства. Еще раз. Как близко? Ну да. Бум. Насколько далеко? Во-первых, бум. Несуществующее слово пришло к нам из американского лексикона обозначать микрофон записывающий шумы. Общее шумы. О них речь? Нет. О пушке? О пушке. Сейчас уже существующее слово. О чем речь? Пушка. Что снимает пушка? Что? Вопрос. Что снимает пушка? Бабук. Какой? Человек, машина. Человек. Человек. Актера. В кадре. Как близко он должен быть? Как близко к нему можно подойти? Я и спрашиваю. Нет. Это вопрос к кадру. То есть как ты близко можешь к нему подойти? Можешь подойти к нему в 3 метра. Да. Мы можем круг не акцелем сложим, а не круг. Вот вопрос. Это вопрос уже непосредственно к тебе. Ты будешь под каждый кадр, но пушка... Нет. Ты будешь это делать под каждый кадр. А может это не общий? Нет. Может и общий. Это нереалистично. Реалистично. Где ты разрушил микрофон? А зачем мне струкнуть микрофон? У меня есть один микрофон? Ну нет. То есть я скажу к нему, какой кадр у нас сейчас? Крупный? Крупный. Где крупный? Что я снимаю? Вот так снимаем. Подошел к нему примет, а он прямо шел. Примет. Шетит. Дальше. Отсняли. Чего мы сейчас снимаем? Крупный. Общий снимаем. Отошел на 10 метров. Как в аниматике. Подошел. Отошел. На какого максимально большого состояния еще... Допустимый способ. Допустимый способ. На какого слышишь? Здесь нет такой градации, что микрофон 10 метров и дальше нельзя. Но иммуновские пушки берут 17 метров. Тут, ну, 17 метров слышно. Качество звука, вопрос субъективный. Ну, хорошо. Поставим вопрос, когда иначе. Вот, у нас сейчас никакого микрофона. Так. Ну, не считаем, правда. Посоветуй, какой нужен минимальный набор, чтобы сойти в площадке, но, короче, не улететь там за миллион. По минимуму. По минимуму. А что будет проходить на площадке, да, происходить? Вот, смотрите, мы снимаем вестер. Вы снимаете вестер. Так. То есть, мы не можем... Ну, чем петля плоха? Почему? Я сточу на лошади, а за мной бежит... Почему? Нет. ...зылок сниматель. Радио лошади, а тебе нет. Радио петлю просто вешаешь. Радио петлю, как я. Радио петлю, как я. Это с батальной сценой. Батальная сцена среднего... Не знаю, в средневековье с рыцарями, например. Ну, или, если хочешь, у нас есть мастер, будет перестрелка в салоне. Значит, в глубине будут участвовать три человека, максимальное расстояние до каждого – 15 метров. Диалог будет состоять из трёх человек, одновременно в кадре говорят двое. То есть, это всё, вот, подготовительный период, это было сценарь. Одновременно в кадре будут говорить двое. Я тебе говорю, что тебе нужен один человек и один микрофон, аудиопехнуто. Ушко. Ну, например, петли мы не можем повесить, потому что они голые. Ну, у нас голые вестер. То есть, один из варных вылезал, значит, порно-то. Какая эта петля, куда её повесить? Старый молчать. Тогда, да, я тебе говорю, тебе нужен микрофон в пушка, один. Аудиотехника. Он стоит сейчас порядка 18 тысяч, значит, со всем комплектом. Тебе этого вполне хватит. Ну, хороший. Аудиотехника как? Немецкий будет. Значит, если тебе... Говорят, я хочу крутой микрофон. Нойман. Я хочу крутой микрофон, но задёшево. И чтобы он работал. АКГ. То есть, немецкий, в принципе, создатель кардиоидного микрофона. То есть, пожалуйста. Вариаций очень много. Но Роды хвалили. Роды хвалят, потому что он дешевле Ноймана. Всё. Всё элементарно. Пишет хорошо? Да примерно одинаково. Аудиотехника. Аудиотехника пишет хорошо, конечно. Похуже Ноймана. Нельзя записывать музыкальные инструменты для получения именно студийного звучания. Но для работы с сериалами, фильмами, черновым звуком, чистовым звуком без необходимости показа в кинотеатрах 5.1. Аудиотехника шикарнейшая вещь. Мы говорим о кино, поэтому, кстати, второй вопрос. Звук чистовой или черновой? Потому что черновой звук на площадке, он позволяет отказаться от чего угодно. Всё равно потом перезаписывать. Чистовой. Если чистовой, но в таком случае мы от пяти вообще не будем. Насколько я понимаю, у нас вообще в Нижнем нет, наверное, нормальной студии, когда можно, кстати, наоборот. Переозвучивать именно. А тебе не студия нужна. Тебе нужен человек, который умеет это делать. Не, не в этом дело. Если ты работаешь со звуком, то же самое, что ты работаешь с людьми в первую очередь. Оборудование – это так, хорошие приблуды ко мне. Если человек у тебя не понимает технологии работы, не понимает тебя или понимает, что ты хочешь получить, неважно, какая у тебя техника. У нас на мусфильме 20 лет говорили, что оборудование нет, техники нет, в кино по этому говно, не можем снимать как в Америке. Вот сейчас я схожу в кино, смотрю последние два года фильмы. Технику завезли, все есть. Вопрос, почему перейдем? Может сценарист надо было начать? Все, да. Я смотрю, говорю, ребята, вы сняли, круто, блин. Это круче, чем «Звездные войны», я знаю куда смотреть. У вас круче получилось? А смотреть невозможно. Какой шо? Ну, потому что ребята делают мусор на уровне себя. Технически сейчас можно чего угодно. Найди человека, который может тебе это сделать. Ни технику ищи, человек ищи. Найди того, пусть он ничего не будет уметь, это вот вообще не проблема. Ты его потом пьешь в инженера, он будет сказать, сделай мне вот это, чтобы вот так звучало. В итоге инженер не понимает, что происходит, ты не понимаешь, какая магия случилась, а у тебя случилась магия кино. Это американская система работы. У них в студиях люди сидят, я вообще не понимаю, чего куда, то есть приходит чувак, говорит, здравствуйте, я саундизайнер. Кто саундизайнер? Он садится и только говорит, как это должно звучать. Инженер говорит, так, что тебе надо? Мне нужно, чтобы вот здесь вот оно было. Здесь плотнее сделаем, плотнее. Здесь хочу жижи. Здесь жижа. Здесь мне ЧХ не нравится. Где? Сверху, снизу. Снизу не нравится. Чем мне нравится? Дает отзыв. Убрали обертом. Понимаешь? Он сам ручки не трогает. У нас приходит человек, который должен уметь все, понимаешь? Еще параллельно должен все это спаять, чтобы оно заработало, потому что оно и почему тут все не работает. Совмещать несколько профессий. У нас это работает так, да. Значит, если у нас работает так вот эта дичь, как бы, ну, зачем мне к ней стремиться? Пока нас еще не выдает. А можно вопрос? Да. Смотри, типовая задача. Вот эта аудитория, вот этот вот разговор, записываю я вот это на вот эту вот камеру и звук меня не устраивает, потому что он не расшифровывается потом Google. Что можно сделать для того, чтобы здесь был качественный звук? А что значит не расшифровывается Google? Ну, Google позволяет перевести разговор в текст. Так. Да. Значит, то, что я записываю в таких аудиториях, под это дело не идет, потому что звук недостаточного качества. Мне надо поднять качество звука, чтобы была слышна достаточно четкая. Отрежем 150 Гц, а лучше отрежем все 200 Гц прямо вниз. Значит, и где-то относительно меня в районе 7-7,5 кГц приподними на 2 октавы. А ты хотел объяснить, с помощью чего можно выписать низкочастоты? Что? Клоклайзер. Есть в любом углу метафоне, даже в вашем. Клоклайзером выписать низкие частоты. Сразу. На площадке, на большом оборудовании на профессиональном везде есть НЧ-фильтр. Сразу. Значит, если у тебя репортажное оборудование, у тебя есть репортажный пульт. Значит, это наш любимый Shure Fp33. Видели или не видели, у вас будет такой метод? Ну, сейчас Shure Fp33. То есть, репортажный пульт позволяет писать три микрофона. Сразу же позволяет слушать эти микрофоны. Индикация у него сразу же идет двух метров. Какой репортажный пульт? Там камера или фотоаппарат? В камере, на записи, на любой камере есть низкочастотный фильтр. Про бытовые маленькие не знаю. Чуть-чуть более серьезно всегда есть фильтр. Фотоаппарат. Ну, слушай, фотоаппарат как бы название намекает, и чего он сделал. Ну, сейчас все, наверное, снимают. Тогда проще уже снимать на айфончик или там… В нем это точно есть. Совершенно не согласна. Проще снимать на айфончик, чем на какой-нибудь бар. Это понимаешь? Это вот то, что здесь было вначале. Если вам нужно копать яму, вам нужен неподъемный кран. Вам нужен экскаватор. То есть, ну, предел, конечно же… Если вам нужно писать звук, используйте звук записывающий. А если даже самая задача, вот, записать звук с этой аудитории, чтобы всем было слышно, но не путем вытягивания звука с камерой, а путем записать по-нормальному. Путем записать по-нормальному. Значит, нам потребуется старежный чек-тофон, не старежный, значит, это ПЗ-микрофон. Вот такой. Вот такой. Лучше две штуки. То есть, если у нас нет задачи скрывать что-то, то на меня вешается петля. Потому что я говорю процентов 95, наверное, на времени сейчас. Поэтому я еще здесь и перемещаюсь. Я перемещаюсь в замкнутом контуре. Поэтому на меня вешается петля. Ставится два ПЗ-микрофона. Значит, один на стол, один на… куда-нибудь вот туда, на стену. У нас получается хорошая запись. Это будет три канала. Это будет три канала. Это будет три канала. Эти три канала мы направляем в… Если вот прям совсем козырь поделаем, то у нас там вот за стенки будет сидеть человек с пультом микшерным, с динамической обработкой и со своим рекордом. И монитором. И монитором, да. На уши так, чтобы никто не слышал. Это вот что называется прям козырно-козырно. Прям толсто-толсто. Толще только КТС. Я не знаю. Что еще может отказаться? Излишества, которые могут быть. То есть это дополнительный, например, контроль. Мониторная линия. Линия, не знаю, там контроля с выводом на третий монитор. То есть она бывает нужна режиссерам. Ну это все лишнее оборудование. Проблема лишнего оборудования в результате, когда человек не знает, что ему надо. Или еще он пока нервничает, не умеет работать. Я поначалу с собой тоже навьючивался постоянно этим добром. Когда я понял, что вся работа заключается в правильной работе с микрофоном и в правильной настройке этой чувствительности микрофона, у меня отпала необходимость во всем даже в выходном лимитере. То есть я просто заставляю его брать это необходимость. Техническое требование, чтобы он был в качестве защиты трактора. Все. Ну и в чем заключается правильная настройка микрофона? Основные принципы. Основные принципы правильной настройки микрофона. Первое. Ты всегда работаешь только в направлении объекта, который ты записываешь. То есть микрофон это такая вещь, которую нельзя бросить на стол, если речь идет о конкретной записи. То есть вот тебя. Ты сидишь. Ты не двигаешься. Тебя можно записать микрофоном при грейном снимке. Меня нельзя. Меня уже не понимают. Второе. Микрофон это такая штука подлинучная, которая ловит все шумы. Поэтому без частотной коррекции вот этой не работает. То есть если у тебя голос 150 герц отрезали. Если у тебя поиск и поиск где-то далеко и тебе нужен этот шум, то есть шумовый тракт тоже пишет. Значит мы 12 кГц отрезаем. То есть без частотной коррекции мы тоже делаем. Это только на записи? Именно на записи. Не проще. Нет, не проще. А не проще это по той причине, что когда ты запишешь, исправить, если это будет плохое качество записи, уже нельзя. Вот если ты записал, не знаю, мой голос, я сделал бубух, такой громадный голос, и в этот момент заедет поезд. Вот мой бубух будет отрезан поиск из поезда. Значит на записи, вернее на посте к тебе будут претензии. В этом случае. Он говорит, а что у тебя будет? Поезд 9 и человек угнет. Почему не перезаписали? А если у тебя человека там нет и поезда нет, претензий быть не может. Все. Если речь идет о том, что мы сейчас на посте потом будем тянуть как захотим и даем ровный звук, значит это ваше личное взаимоотношение с постом. Если пост примет это и скажет, да, мы готовы вытягивать этот хлам, значит это, вы договорились. А так чисто технически? Чисто технически, еще раз говорю, можно все что угодно, хватит у тебя на это. Потому что технически, можешь вообще не приезжать, ты можешь нарисовать мультик, где можно нарисовать профессиональный. Это обойдется там всего в каких-то 2 миллиона долларов. Если есть возможность, то почему нет? Вопрос бюджета, вопрос цепс. Мультик из эквалайзера в том числе. Из эквалайзера в том числе. Я бокалоидом могу тебе создавать речь вот прям с нуля, существующую. То есть мне для этого не нужно ничего. Абсолютно ничего. Мне не нужна абертона, мне не нужен человек, мне не нужен актер. То есть мне для этого нужно 3 месяца работы, студия и приблизительно 50 тысяч долларов. Абсолютно минуты речи? Где-то 15-20. Ну ладно, вернемся к настройке. Хорошо, с направленностью, понятно, управляем на объекты. Отрезаем на… 150 герц. Это универсально. Универсально. Ну и если ты не хочешь, то еще раз. Если тебе хочется с постом потом пособачиться, если тебе хочется эти приключения, ощутить по себе, ну попробуй подразить. Ну то есть отрезаем самый низый, а второй вообще универсально. Вообще универсально, а там нет голоса. А еще что-нибудь? Ну все? Самые верхи. Самые верхи, вот, выше 12 кГц. Но это в том случае, если у тебя там какой-то хлам. Это редко бывает, потому что высокие частоты… Вот эта проблема выше 12 тысяч, она возникает, когда у тебя есть радиосигнал, ты работаешь на радиопетле, и кто-то сидит на смешной точке. То есть вот где-то там у тебя 688 кГц, и кто-то вот сидит 685 кГц. И вообще не работает. На постели на обрезать не проблема, но тебе проще, чтобы тебе мозги не делать, перейти на канал повыше, на самом деле. Диапазон обычно позволяет. Если не позволяет по какой-то причине, это когда у нас на РВСе была проблема, у нас снимается 10 сериалов и 9 каналов. Вот кто, у кого смена началась в 9 утра, вот тот остался без раннего канала. Понимаешь? Ты сидишь, у тебя там сцена, тишина, и тут… «Я твою мать не знаю, что происходит!» «О!» «У вас там что, постельная сцена что ли? Можете запнуться на 15 минут?» «Отрезали сам язык, еще что?» «Все!» «Вообще все?» «Вообще все!» «Вообще все!» «Правильно помесить микрофон для этого по ходу дела. Вот у нас сидит он, вот у нас сидит не уголок, вот у нас сидит в пледике. Каждому в разное место, каждому по-разному вешать. Импровизируем. Импровизацию проверять очень просто. Либо ты слышишь звук, либо нет. Либо ты слышишь брак, либо ты слышишь звук. «А если все-таки есть путь?» «Если сможешь писать, то вот тебе нужна длинная удочка и пиши». «Сколько народу реально записать со мной путь?» «Я своим мастерством могу записать шесть человек». «А это что, ты…» «Да!» «Да!» «А если они одновременно трынят?» «А если они одновременно трынят, все трынятся». «А мы как и нашли?» «Нет, ну вот сегодня так и было, я стою, у меня один человек поговорил, второй человек поговорил, их трое было. Один человек поговорил, второй человек поговорил, один человек поговорил, второй человек поговорил, третий внезапно что-то объявляет, они разворачиваются и начинают орать туда. И я стою такой, не шевеляясь. «Достали, все, стоп, привезет». «А ты не хочешь их снимать?» «Я говорю, эй, драк по звуку, уроды!» «Да!» «Так, стоп, а если они там вертся, спиной поворачиваются, это вообще реальность?» «То они там входят, крепятся?» «Слушай, если он поворачивается и делает…» «Да что ж такое-ли-то?» «Где все?» «А если он туда-туда-туда сказал?» «Ну, либо ты берешь багор и прямо вот ломаешь его об хребтину этому человеку, вот этот козел, либо идешь к режиссеру и говоришь, «Слушай, а можно я в него багор сломаю?» «Нет, просто либо ты в него сейчас багор сломаешь, либо я в тебя». И все. Потому что нет никаких возможностей. «То есть вообще не запишутся?» «Вообще не запишутся». «Не то, что он будет тише, а вообще не запишутся». «Посмотрите фильмы до сорокового года, то есть вот тридцатых годов там, до сорокового года. Там хорошо видно, что они никогда не поворачиваются спиной, и они всегда говорят исключительно прямо, потому что в те времена даже повернут. И как работают профессиональные актеры? «О! Наши органы пришли на работу!» «Господа! Кому надо сделать лекцию?» «Спасибо!» «Играет музыка» «Советность с вашей стороны!» «Приходите!» «Контакты записали, там почки нет». «Позвоните!» «Ну если только один, обязательно». «Ну возьмите, пожалуйста!» «Ну возьмите, я пойду диктурючу». «Да, уже с тобой». «Нужно, в принципе, утащить дождь, если...»